Всем привет, меня зовут Арина. Сегодня у нас будет распаковка Valboris. Время хотя... Да. Но меня это никак не напрягает. Только напрягает мою голову. Я спала три часа. Ну ладно, мы не это пришли обсуждать сюда. У меня тут такие достаточно милые покупки. Осень-зима. Да? Наверное, осень-зима? Да. Давайте я открою Valboris, чтобы сразу смотреть цены и, исходя от... Из них... От... Бэ... Исходя от ценника, оценивать покупки. Такая у нас. Я сегодня немного школьник, поэтому ничего от меня не ждите. Почему у меня вышел все Valboris? Как мне теперь зайти в профиль? Я этот пароль не помню. Я вообще не помню никогда пароль от всего. И у меня... Да. Все вошлось. Смотрим. То, что я забрала сегодня, но то, что я хочу показать больше всего, это вот такая вот шапка с ушами зайца. Она стоила 1372 рубля. Сейчас она стоит 1391. Немного подорожала. Ну, ладно. Открываем ее и сразу замечаем, что она просто огромная. Если честно, то я не знала, что будет такая мордочка нарисована. Она меня немного напрягает. Ну, не нравится. Ну, да ладно. Первое — это уши. Они достаточно длинные и двусторонние. Позади бежевая штука, а внутри белая. У нее также имеются варежки с такими тоже золотыми сердечками. Зачем они нужны, не знаю. Достаточно мягкая, приятная. Я хочу с ней сделать какую-нибудь фотографию, когда мы будем в Ширигеше. Ой, какая она теплая. На зиму, да? На зиму, на осень. Ну, на осень не очень, но со снегом. Представляете, как она круто будет смотреться со снегом. Я обычно такое не ношу, но что-то захотелось повайбить. Ну, что тут сказать? Просто... Просто да. Я сейчас прям в ней так и усну. Она такая приятная на ощупь. Она прям супер-супер мягкая. Вот знаете, как плед. Это про нее. Очень крутая шапка. Даже не хочется ее снимать, но все-таки придется. Давайте пойдем дальше. Господи, сейчас я чувствую, как тут будет много мусора после этого видео, а я такое не люблю. Давайте откроем варежки. Варежки стоили 640 рублей. Ба-ба-ба-ба! А то, что они на нитке. Ну, да, в принципе, про меня, потому что я постоянно все теряю. Вы мне под видео пишите, как она еще выжила до такого возраста. Ну, на моем пути просто встречались такие варежки, которые меня спасали и не теряли мою жизнь. Так, давайте покажу их поближе. Внутри тут такая приятная согревающая прослойка. А снаружи достаточно красивая вязка. Они белые такие. Да, прям белые. Давайте их наденем. Если честно, я, правда, с садика не носила перчатки, у которых есть эта штука. Я чуть не понимаю, как ее, типа, в куртку вот так вот. Это же очень неудобно. Да-да, вот так лепим снежки. Я уже жду, пока выпадет первый снег. Я буду лепить снеговика. Ну, в общем. Ну, это вы потом там узнаете, увидите. Я надеюсь, там будут эти перчатки. Варежки. Я не знаю, что про них еще сказать. Просто скажу, что они реально красивые. Дальше. К этим варежкам я покупала свитер. Он стоит 1460 рублей. Рубль. Я его все-таки решила посмотреть на пункте выдачи и немножко расстроилась. Потому что... Видите, у него такой желтоватый оттенок. Я не знаю, как это заметно. Блин, давайте сравним с варежками. Типа вот, видите, он такой, как будто на него... Как будто он немножко желтый. Это бренд. Размер я заказала 44-50. Просто в комментариях посмотрела, что он все равно немножко маломерен. Ну, как я увидела. Такая у него вязка, практически как у варежек, но все равно немножко другая. На рукавах тоже приятная вязка, отличающаяся от самого туловища, как это сказать. А на рукавах что-то типа... Как-то водолаз как-то... Что-то типа рубчика. Как и, собственно, на горле. Материал у него приятный, не просвечивающийся. Ну, как и обычно свитера. Он сделан на 80% из пана и на 20% из шерсти. Угу. Ну, давайте его померяем. Вот свитер. Достаточно симпатичный, короткий. Ой, как будто я его надела, типа, заду наперед. Ну, нет. Ну, не знаю. Смотрю сейчас в зеркало. Не понимаю, идет ли мне такое или нет. Как будто больше нет, чем да. Хотя, знаете, вот так вот. Такую фотку. Взял кофе в руки. И типа... И в угах еще. Стереотипно? Возможно. Короче, идет мне, не идет? Напишите в комментариях. Не, симпатичный. Просто искала такой свитер, который не будет супер надеимным. А вот именно вот так. Что еще про него сказать? Я сегодня такая немного не болтушка, не разговорчивая. Мало из меня слов вылетает. Но это, видимо, электроградный Меркурий. Ну, да. Это просто как ответы в школе. Кратко и по фактам. Дальше. Что-то такое. Из того, что нужно всем и каждому. Это носки в форме пива. Они стоят почти тысячу рублей. Давайте их откроем. Ну, что-что. А фотографии у них получатся классные. Сверху у нас что-то типа пенки пива. А снизу пиво. Тут есть ручка. Приятная, шерстяная. Ну, очень похожа на вот эту шапку зайца. Часть. И вязка тоже симпатичная. Рубчик и не рубчик. Я их надеваю на свои носки. Ой, какие они теплые. Можно использовать их вместо тапок. Просто у меня в доме вообще нет тапок. Ну, то есть я в них почему-то не хожу. Мне не холодно, но когда ко мне кто-то приходит, то они говорят, а можно тапки? А тапок у меня нет. Вот, потому что типа холодный пол и так далее. А мне кажется, что он теплый. Ладно. Второй пошел. Реклосно, да и типа можно так тянуть свои ноги. Я считаю, что эта покупка мне удалась. Такая атмосфера. В общем, того оно стоило. Теперь буду их предлагать кому-то вместо тапок. Уверена, что каждая моя подписчица бережно заботится о своем здоровье. И думаю, что у всех появляется тревога в момент беспокойства об интимной зоне. Лично у меня такое было из-за неправильного ухода. И поверьте, чувства не из приятных. Раздражение и сухость кожи могут привести к сильному дискомфорту, поэтому стоит использовать проверенные речебные средства. Лично я могу вам посоветовать гель от Сафарель, который спасает меня в такие неприятные моменты. Гель был создан при участии гинекологов и дерматологов для бережного очищения и увлажнения нежной кожи интимной зоны, облегчения неприятных симптоматики, такой как зуджение и сухость, и для поддержания микрофлоры в своем естественном состоянии. Гель имеет мягкую формулу без мыла, красителей, антисептиков и парабенов. Он создан на основе натуральных растительных экстрактов, поэтому имеет хорошую переносимость. Один из них — натуральный экстракт репейника, который выворачивается в экологически чистых и высокогорных районах Франции, где, кстати, гель является номер один по продаже в аптеках. Так как женщины доверяют, ему выходят за интимной гигиеной. Гель был неоднократно протестирован врачами-гинекологами и дерматологами. Советую вам познакомиться подробнее с этим гелем по ссылке в описании. Не заботясь о своем здоровье правильно. Дальше. Тут я опять заказала вещи типа комбо. Сначала вам покажу одну из них — это шарф. Он стоил всего лишь 681 рубль. Сейчас ценник немножко спустили. Тут у нас в составе 50% шерсти и 50% акрила. Покажу поближе его качество. Ну, то есть он такой маленькой-маленькой микровязки. С другой стороны он такой же. Мне очень нравятся шарфы вот с таким низом. И еще нравится, что он достаточно маленький. Ну, то есть он не громоздкий, как у меня раньше все ходили. В таких шарфах огромных. Они были огромные громадские. Сейчас же мне такое не нравится. И такой минималистичный вид меня привлекает. Элегантный, возможно. Теплый, да. Ой, что-то я сижу, мне уже стало жарко. И давайте то, что я заказала к нему — это штаны. Вот они в таком приятном бежевом оттенке. Сейчас открою. Они стоили 2700. Это шерстяные брюки. На самом деле сложно эти шерстяные брюки, но на Авито можно когда-нибудь сделать распаковку с Авито, потому что там что-то намного больше вещей, которые мне нравятся, чем на Валбрисе. Да, такое, да. Там, кстати, полюбилось много шарумов каких-то. То есть не какие-то вещей, которые бу, а вот именно новых. И они тогда просто выкладывали. Видимо, они поняли, смекнули то, что там можно озолотиться. Вот эти штаны. Цвет кофе с молоком. Состав акрил, вискоза 75. Короче, огромный состав. Ну, 30% кашемира. Угу. Показываю поближе. Вот, кстати, как они сочетаются с шарфиком. Ладно, все, показываю ближе. Мне не очень нравится, что тут вот такая вот резинка, но в то же время она так утягивает талию, что это даже и круто. Пуговицы очень красиво, мне такие нравятся. Имеются петлички, или как они называются, штучки для ремня. Они очень приятный материал. Внутри они шерстяные, спереди они с таким вот рисунком в виде зигзагов. Вниз у них тоже широкий, все очень аккуратненько прошито. Прямо безумно нравится. И такое. Материал супер. На этих брюках, штанах нет стрелок, так что их не придется выглаживать. И давайте я их померю. Брюки по размеру мне сели идеально. Просто в талии вот так, как прям вот надо. Скажу как под один. Прям хорошие такие. Даже ремень не нужен. По поводу длины. Ну, они такие. Лучше больше, чем меньше, я сразу скажу. Что мне еще нравится, что у них такой тоже, я не знаю, холодный, теплый потом. В общем, цвет правда супер. И с шарфиком, ну, вообще нормально сочетаются, нет? Давайте проверим замок. Ой, такой хороший. Ну, штанишки за 3000 просто, как будто за 7. Такое я одобряю. I'm your family. Ставлю лайк. Размер у меня, кстати, S, 42. Вот так. Посмотрите. Блин, мои параметры сказать. Я чуть не помню, сколько у меня в талии. Вроде 63. Нет? Ну да. Я думаю, где-то так. А рост у меня 1,68. Ну, уж увешу я где-то 51-52, чтобы прям полную картину создать. Идем дальше. Это тоже штаны. Черные брюки. Я что-то подумала, так сижу-сижу, у меня нет черных обычных классических брюк. И подумала, почему бы их не доказать. Это антинария. Этот бренд мне очень много приходил раз на рекламу в инсте. Нравились они такие элегантные, классические, ничего в них лишнего нету. И штаны, думаю, тут тоже будут супер. Они стоили 1183 рубля. Ксюша пишет, спрашивает, сплю ли я. Ну, а мы пока показываем штаны. Сразу приблизилась, чтобы показать, что тут тоже есть вот эта резинка, которая утягивает талию. Но здесь она, думаю, не вишня. Я вообще, в принципе, тут... Как это? Что я, в принципе, не знаю. Обычная черная пуговица. Штучки также для ремня. Вот тут уже стрелка имеется, что плохо или хорошо, не знаю. Но да, на такие классические брюки все-таки она нужна. Низ тоже прошит хорошо. Ниток нигде не торчит. Качество тоже приятное. Какой тут состав? А, ну, этикетка потерялась, поэтому не знаю. Давайте посмотрите, у меня размер. Размер S я заказала. Что прям наверняка, ну, тут прям резинка хорошо тянется. Давайте померяем. Так, черные штаны со стрелкой. Тоже оттягивают талию, не так сильно, как те, которые шерсти. Ну, прям тоже норм. Длина тоже у них прям. Ноги ушли куда-то. Хорошие, симпатичные и приятно прям в них находиться. Нет какого-то синтетического неприятного ощущения. Что такое вообще существует ощущение? Это не оно. Симпатичные. Ну, я сразу сказала, что они классные. Что еще хочется сказать? Они не прямо супер плотные, как я бы хотела, но и не какие-то, чтобы мяться. Ну, вот они, смотрите, лежали в пакете очень долго. И, блин, вы, наверное, видите, но я вам говорю, что они практически как поглаженные. Даже, наверное, я бы их точно так же погладила, так как они сейчас выглядят. Поэтому такое качество я люблю, когда не надо ничего делать. Блин, ну то, что стрелку гладить, это за юб. Давайте также проверим замок. Ну, замок не такой классный, как на тех брюках, штанах и шерсти. Ну, тоже нормально. Тоже хорошие брючки. Ну, вот. Классический брюк. Вы не представляете, как сложно найти какие-то классические брюки хорошего качества. Я человек, который всегда забираю товары. Ну, то есть, мне что-то приносит. Я так смотрю иногда, иногда не смотрю. Я забираю все. Но я заказывала пару раз черные брюки, они были настолько ужасного качества, они были настолько ужасного фасона, что я отказывалась. Вот, наконец-то нашла. Ой, Микхюш, такое рил смело отправила, что просто. Мы открываем следующий прикол, который я заказала по приколу. Это такая рыбная кепка. Кепка для рыбалки. Она стоила 866 рублей. Опа, пакет. Опа, пакет. И опа, эта кепка. Ну, это правда очень круто. Она тут на липучке, можно регулировать, и на мою огромную голову она точно налезет. Раз уж приблизила, то смотрите, как все это выглядит вблизи. Тут рот у рыбы есть, глаза, плавники и хвост. Свободная касса. Это рыбный магазин. Я вот ради этой кепки я поеду на рыбалку, правда. Круто. Я вообще, в принципе, перестала любить кепки, не знаю, что я в них не хожу. Вообще, ни в каких головных уборах, мне еще нужно забрать у Ксюши много чего. Ну, ладно, сейчас не об этом. Кепка, отпад. Согласна, качество приятное, красный цвет мне идет. Все как надо. Симпатяшка, ставлю ей лайк. Это был быстрый обзор, а сейчас идем дальше. Тут какая-то непонятная упаковка. А, это ремень. Этот ремень я заказала к штанам, он стоит 37 рублей. Воняет, конечно, жутко даже через эту упаковку. Как его открыть? Все. Ну и вонь, конечно, на свет приятный, хороший такой. Коричневый, коричневый. Я очень долго искала, чтобы бляшка у ремня была вот такой формы. Но я вообще хотела суперквадратную, но что-то я не нашла. И это максимальный квадрат, который я увидела. Вот как он сочетается с штанами. С ними он сочетается. И очень приятный такой сероватый металлический оттенок. Давайте вставим этот ремень в штаны. Так, меряем этот ремень. Он что-то, правда, идеально подходит, я считаю. Блин, мне бы еще какой-нибудь пальтишко. Сейчас мы посмотрим, как будет смотреться с курткой, которая у меня есть. Ну, так, как аксуар. Хороший. Мне нравится. Вот, говорю про вот эту куртку. Как они хорошо сочетаются. Просто вау. Угу. Беру. Вот так. Идем дальше. Это что? А, это тоже шапка. Она стоит 1713 рублей. Я, если честно, увидела ее в ринсах. Там, типа, шапки с ВБ. Эту шапку я решила закладывать. Там, на самом деле, не так все красиво смотрятся, но только это мне придумалось больше всего. Это чепчик-шапка. Она выполнена в такой рубчик. Безумно приятный материал. Ну, я думаю, вы представляете, какого качества. Вот что-то видно, вот эти вот рюшечки. Не знаю, вот тут закетка какая-то. Внутри она такая же, из чего она сделана. Ангора и нейлон. Ну, в общем, заценили, да? Давайте меряю. Блядь, ну ее надевать нужно не точно с такой прической, как у меня сейчас. Просто пиздец. Блядь. Это нужно, значит, так как-то комментировать. Я не знаю, как ее носить, честно. Она так красиво смотрится без меня, что даже вот жалко, что она смотрится так на мне. Что-то я прям зачарование какое-то словила. Ладно, ладно. Покажу все-таки вам ее поближе. Очень приятные завязки. Тоже. Вот такая, такая она эстетичная, но так, блядь, смотрится она мне. Все, вот теперь точно дальше. Это я заказала нам для катания на сноубордов. Кому нам? Мне. Это Снут. Такая у нее коробка. Оп, оп, оп. Он, в принципе, мне подходит к моему красному костюму. Во влогах вы видели мой костюм. Да и да. Вот такой. Кибер. Герл. Ну, про меня что? Качество у него чуть ли не все майки.ру. Но оно, в принципе, приятное. Поэтому ничего страшного нету. Принт. Ну, сами видите, что тут комментировать. Красный, черный, желтый тут. Ладно, меряю для вас. Хотя у меня с моей прической, которая уже растрепалась, в принципе, все пол. Кстати, ничем плохим не пахнет. Что-то засвет какой-то произошел легкий. Что за хуйня? Ладно, видимо, камера хочет, чтобы я сняла эту маску. Да, и правда. Этот снут стоил полторы тысячи. Все. Все, что про него могу сказать. Нет, тут еще написано. Составь, это микрофибра. Ну, реально микрофибра. Реально микрофибра. То, чем протеряют кухню и пол. Еще заказала крючки для гирлянды. Не знаю, для какой. Сказать просто... Вот, идем дальше. Ой, это тоже у нас для сноубордов. Купила, кстати, последнюю. Это шапка. Сейчас я ее тоже померю. Боже, на мне сегодня только будут ужасные шапки. Которые, точнее, на мне смотрятся смешно. Мои зубы это все. Она так и не открылась. О, кстати, к снуту там и была наклейка. Это шапочка, которая стоит 465 рублей. Ой, почему-то она серая. На картинке она черная у меня. Качество у нее какая-то пупырка. Пахнет как в магазине. Не знаю, как какая-то обувь магазинная. Принт приятный. Давайте я ее надену. Ну, это пиздец. Все серые шапки на ней смотрятся ужасно. Блин, что она серая? Я хотела черную. Да, 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 да. Ладно, давайте тоже пойдем дальше. Давайте, последняя на сегодня, но не по значению. Это такая сумка. Сумка стоит 1400 рублей. 1446 рублей. Оп, оп. Так, я ее распаковала. Что хочу сказать? У меня вроде есть такая черная или похожая черная. Не знаю. Она сделана из кожезаменителя. Эко-кожа. Прошита она вроде бы, да, белыми нитками. Такими молочными. Чуть-чуть отличающимися от самой полосы. Этого цвета сумки. Ручка у нее прошита здесь. Почему? Ладно. Внутри она на заклепке, которая не работает. Да, что-то она вообще не работает. Ладно, да. Тут положили на кинопласт. А, оу! В подарок нам дали карточницу. Гляньте. Белая карточница тоже в тему. Ям-ями. Имей тут написано. Оп. Ой, а тут даже есть внутренний карман. Видите? Хороший. Внутри у нее достаточно приятный материал. Я сейчас даже не подумала, как такие штаны вот те плотные, которые я показывала. Вот так с ней ходить. Здесь очень мне понравилась ее форма. И вообще как-то она выглядит замечательно. Холодный беш. Ну, может, чуть-чуть. Что-то я в последнее время не понимаю, какие цвета холодные или теплые. Пишите в комментариях, какого она цвета, холодного или теплого. У нее есть такой поддон плотный. То есть она не бесформная. Форма имеется. Так вот буду с ней ходить в универ. Много чего в нее, думаю, может поместиться. И практически подо все она подходит. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Все ссылки будут в описании под видео. Я вас люблю. До встречи.